Добрый день, меня зовут Сергей Шишкин, я работаю в МЭК-центре Московского государственного психолого-педагогического университета. Это единственный в России центр, в котором есть магнитоэнцефалографическая многоканальная установка. Я, собственно, уже 15 лет занимаюсь интерфейсами МОСКомпьютер и начинал я в МГУ в лаборатории Александра Яковлевича Каплана. Я немножко сегодня расскажу в лекции и про то, что мы когда-то тут делали. И, ну, в общем, что еще можно сказать? Да, и моя специализация – это то, что я занимаюсь в основном интерфейсами не теми, которые уже известны, и технологии уже существуют, а пытаемся мы создавать в нашей научной группе какие-то новые такие интерфейсы. Кое-что нам удавалось. Вообще-то в мире существует совсем небольшое количество каких-то отдельных типов интерфейсов МОСКомпьютера. Вот некоторые из них нам удалось сделать. Но, тем не менее, начинали мы интерфейсы на основе волны П-300, и про него как раз будет большая часть сегодняшней лекции. Но в прошлый раз Анатолий Васильев вам рассказывал про интерфейсы на основе представления движений, или по-другому называется, с моторным воображением. И он говорил, что они очень медленные, неточные и ненадежные. Хотя у них есть, в общем-то, область применения. Что касается тех интерфейсов, о которых я буду говорить, они немножко получше в этом отношении. Но, тем не менее, как вообще всякие инвазивные интерфейсы, они тоже в сравнении, допустим, даже с инвазивными интерфейсами МОСКомпьютер, они тоже медленные и неточные, а тем более в сравнении с обычными человекомашинными интерфейсами. Поэтому, видимо, стоит разобраться сразу, зачем вообще нам такими интерфейсами заниматься. У них все-таки есть свои плюсы. У неинвазивных интерфейсов главный плюс в том, что если нам все-таки нужен какой-то интерфейс МОСКомпьютер, то, безусловно, неинвазивный интерфейс, он совершенно не сопоставим с точки зрения рисков. Как правило, мы просто не имеем никаких опасных факторов, когда человек пользуется таким интерфейсом. И в отличие от инвазивных, когда требуется хирургическая операция, и сейчас, даже в ближайшие какие-то, я не знаю, в течение, допустим, 10 лет крайне малая вероятность то, что возникнут технологии, которые будут совсем безопасными. Поэтому они применимы только для очень тяжелых больных. И это, кроме того, что вот есть такое ограничение, что нужно, еще требуется работа очень дорогого хирурга, очень дорогое оборудование, но еще и цикл разработки таких интерфейсов, он становится очень медленным. Вот хороший пример — это вот то, что происходит с системой регистрации такой внутримозговой активности. Вот если говорить о таких массивах электродов, которые используются для интерфейса мозг-компьютера на человеке, то такие внутрикорковые электроды — это до сих пор единственный производитель BlackRock Neurosystems. Электроды называются UTRA. Они производятся с 2004 года, и сейчас только вот они создали новую модель, там идет ее испытание. В общем, это означает, что нужно... Мы понимаем, что очень большое значение имеет того, насколько хороший сигнал регистрируется, и поэтому вот сенсор имеет огромное значение для таких интерфейсов. Тем не менее, вот приходится ждать какого-то нового поколения очень долго, или сами пытаться его сделать, но это тоже требует очень долгое время. И пока вот Илон Маск, например, он обещает уже в течение длительного времени, что он следующий, вот в этом году, в следующем году они подадут, наконец, документы на утверждение их системы, получение разрешения. До сих пор у них нет ни исследований на человеке, но и даже вообще этого разрешения на такие исследования, и еще непонятно, получит ли его фирма Neuralink такое разрешение вообще. Вот с неизмазимной интерфейсом мы можем постоянно экспериментировать сколько угодно в лаборатории на совершенно здоровых людях, и это абсолютно безопасно, за очень редкими исключениями. И, ну вот я уже говорил, что это значительно дешевле получается во всех отношениях. И если говорить про обычный человек-машинные интерфейсы, то это, тут тоже есть свои какие-то плюсы, потому что это так же, как любой интерфейс Мост-компьютер, это новый канал управления, которого не связан с обычной моторной системой, ну или в случае с моторным воображением, не связан с большей частью этой самой моторной системы. И, естественно, у людей, которые парализованы, для них такие системы могут представлять интерес. Для здоровых людей это более сложный вопрос, но, тем не менее, есть тоже некоторые основания считать, что для них, может быть, тоже это будет интересно. Вот я буду говорить не только про интерфейс на основе волны P300, но и, по-моему, в названии лекции упоминались когнитивные интерфейсы. Когнитивные феномены, когнитивные компоненты активности мозга, то есть связаны с, ну, если не вдаваться в тонкость определения, с некоторыми специальными задачами такого психологического характера, которые, ну, например, связаны с вниманием. А вот самые первые интерфейсы, которые реально стали применяться с попыткой помогать настоящим парализованным больным, это были интерфейсы на основе таких медленных потенциалов, которые, в общем-то, ну, предполагалось, что их удастся сделать, подключить к ним мозг, подключить через эти потенциалы мозг к компьютеру, используя механизм оперантного обуславливания, когда мозг, много раз встречаясь с тем, что некоторую необходимую для него важную функцию можно выполнить с помощью определенного изменения своего состояния, в данном случае меняется потенциал в электроэнцефалограмме в положительную или отрицательную область, вот можно получить какой-то от этого положительный эффект, и это может даже бессознательно как-то автоматизироваться и бессознательно использоваться в управлении. Ну, фактически у него все-таки получилось, что человеку приходилось использовать некоторую задачу, он либо им подсказывал своим пациентам, что им делать, либо они сами находили способ. Ну, в общем, это 90-е годы, вот он привлек внимание вообще к этой проблеме, что есть тяжело парализованные люди, особенно с боковым амитрофическим склерозом, очень редкая, в принципе, болезнь, но тем не менее, когда человек оказывается в этом состоянии, он до сих пор его не умеет лечить, и он локт-ин, это значит, он полностью запертый, он не может ничего делать, но может воспринимать информацию из окружающего мира и может соображать еще. И, в общем, это трагическая ситуация, потому что, в общем, человек действительно закрыт, он не может вообще никакой выразить ничего, никак коммуницировать с людьми. И он занимался, не с Бирбалмиром, занимался нейрообратной связью и видел, что можно научиться регулировать свою электроэнцефалограмму таким образом, чтобы намеренно изменить ее в ту или другую сторону, вот эти самые медленные потенциалы, и он решил, собственно, что почему бы не можем использовать это для помощи таким людям. И он использовал очень простую математический алгоритм, собственно, в основном у него все сводилось к тому, что просто остался некоторый порог и смотрел, значит, вот эти медленные потенциалы выше или ниже этого порога, или двух порогов. Вот первая его, ну не первая, это, наверное, крупная такая статья была посвящена этому. Он называл это вот так довольно громко устройство для передачи мыслей. Но он понимал, что, естественно, мысли там не передаются, но это, тем не менее, он много делал для того, чтобы это популяризировать. Поэтому он использовал иногда немножко такие приемы специфические. И вот это письмо, написанное пациентом этого Нильса Бернбауэра, которое, ну, наверное, даже я такого не встречал больше, наверное, единственное на данный момент в литературе, где пациент подробно описывает опыт использования интерфейса МОСКомпьютер, будучи, в общем, полностью парализованным. Причем здесь очень интересное описание. Он описывает вот, что он делал, а ему требовалось там вызывать какие-то вот либо такое некое напряжение, такое психологическое, либо, наоборот, расслабление. Ну, это делалось разными способами. Некоторые хорошо работали, некоторые плохо. И он про это очень подробно описывает и говорит, что вот иногда удавалось это. Не удавалось, точнее говоря, оно как-то становилось автоматическим. И не нужно было вот эти состояния как-то что-то делать у себя в голове сознательно. Просто вот он хотел, допустим, сделать на экране то-то, и оно автоматически происходило. Причем не случайно просто, а много раз подряд он чувствовал, что это он попадает в какое-то такое состояние, где он автоматически, вот, собственно, его мозг взаимодействует с этой системой и выполняет то, что он хочет. Но, к сожалению, это было все-таки довольно нечасто. И вот, собственно, как это все описалось, это вроде так здорово выглядит, но он шесть месяцев писал это письмо. Потому что, ну вот, такая вот плюс-минус, когда есть просто бинарный выбор, причем он должен в течение некоторого времени было сделать, ну, фактически там три варианта, то есть это не делать выбор, а сделать выбор в одну сторону, сделать другую. Но, тем не менее, вот эти бинарные выборы, их, ну, чтобы там делился алфавит, ну, понятно, на части последовательно, вот нужно для того, чтобы напечатать одну букву, нужно было сделать несколько таких выборов. И, соответственно, вот статистика такая довольно тяжелая. Понятно, что это не какая-то вот регулярная работа с этой системой. И, в общем-то, это, конечно, сейчас существенно улучшилось, вот эти интерфейсы, но нельзя сказать, что они прямо вот, какая-то вот произошла революция, несмотря на то, что использовались самые разные уже, так сказать, применялись вот всевозможные методы машинного обучения, вот что-то новое появляется, в общем-то старается, так или иначе, в течение нескольких лет так обычно идет, начинается адаптация, но все равно вот с АЭГ есть проблема. Мы не можем видеть отдельные нейроны, мы видим очень большие группы, потому что иначе мы просто их не видим, у нас слишком большой шум, вот такой фоновой работы мозга. И, соответственно, нас необходимо, получается, чтобы эти группы нейронов, очень много нейронов научилось выполнять некую нашу потребность, то же точнее, грубо говоря, на наши команды, на наши команды каким-то образом реагировать, или наше намерение. И, соответственно, у них же есть, кажется, у всех своя функция, и, значит, каким-то образом их надо учить либо отключаться от этой функции, либо параллельно выполнять то и другое, ну и это, соответственно, будет постоянное... Ну, неизвестно, на самом деле, как там, что происходит, действительно ли они переключаются или параллельно выполняются то и другое, скорее всего, все-таки второе. Но вот это очень немногие задачи, собственно, дают, такие психологические задачи, дают возможность сделать, создать какой-то эффективный сигнал, который мы можем увидеть. И, да, я тут еще написал, что нужны сухие электроды. Очень важны это, что, значит, мы в обычном эксперименте можем использовать, в лаборатории использовать гель для контакта между электродами и кожей. Казалось бы, в общем, такая ерундовая проблема, но даже для тяжелобольного человека, если у него там даже есть кому за ним ухаживать, все равно это большие сложности. Не говоря уже о здоровом человеке, который просто потребитель, там, не знаю, какую-то игрушку или для каких-то еще там целей купил, каждый раз использовать гель, потом мыть голову или там просто как-то его очищать, это неприятно. Из-за этого, в общем, как ни странно, в общем, очень сильно тормозится это развитие. И несмотря на всяческий прогресс там с материалами, вот идет это медленное решение проблем, как сделать без вот такой электропроводного геля. Ну, вроде бы это постепенно все-таки, наверное, решаемая задача. Там есть продвижение, но хотя и медленное. Ну, вот другие альтернативы, как вот делать неинвазивно. В общем, все варианты, они плохие. Вот по отношению к ЭЭГ, хотя ЭЭГ вроде бы такой довольно примитивный, там уже почти 100 лет известный метод. Ну, собственно, это на первых лекциях уже про это все говорилось. Я только скажу про магнитоэнцефалограмму, поскольку, собственно, работа в центре, которыми и занимается. Это интересный сигнал, поскольку он сочетает и высоковременное разрешение, и высокопространственное разрешение. Ну, не такой, как ФМРТ, но тем не менее высокое. Но сейчас это такая система, которая должна использовать сверхпроводимость, сосуд ЮАРа, он просто сам по себе, он очень сильно отдаляет эти датчики. И еще проблема с тем, что он, ну, просто это получается очень дорогая система. Просто сам гелий стоит денег больших. Ну, и вот эта вся установка, ее можно сделать более дешевой при массовом производстве, но все равно это будет не общедоступно. Еще нужна экранирующая комната, причем очень мощная. Это не как в случае с ЭЭГ, где с ЭЭГ вообще можно без нее обойтись. А здесь это абсолютно необходимая вещь, причем там, ну, собственно, магнитное поле мозга, оно почти на 10 порядков слабее, чем вот то, что вокруг поля Земли и разные там шумы. Поэтому вот ищут новые способы, новые сенсоры, и сейчас существует. Мы тоже работаем с этим, так называемым, квантовыми магнитометрами, с лазерной накачкой, магнитометры с оптической накачкой, они так называются. И, ну, сейчас вот единственные, фактически, ну, две, в общем-то, фирмы в США, связанные между собой, они вот производят такие системы, они, в общем-то, уже реально работающие, хотя и капризные, и там гелий не нужен. Они работают при комнатной температуре, ну, нагреваются, но их просто чуть-чуть надо отодвигать слегка от головы, и, в общем, можно ставить прямо совсем рядом. То есть, ну, это, почему имеет очень большое значение расстояние, потому что магнитное поле падает с квадратом или с кубом расстояния, там, в зависимости от типа источников. И, соответственно, вот, если у нас этого дюара нет, то мы очень сильно приближаем к голове, получаем гораздо более мощный сигнал, и улучшается пространственное разрешение еще больше, чем у обычной МЭК. Но им, к сожалению, нужна экранировка, они без нее просто в принципе не могут работать, они называются магнитометры нулевого поля, значит, они в поле должны быть максимально подавлены, еще больше даже, чем у обычной МЭК, вот, желательно. Сейчас пытаются разрабатывать магнитометры ненулевого поля, вот, в том числе Алексей Осадьевич, который здесь тоже читал лекции, он в таком проекте участвует в разработке их, но пока, в общем, там есть хорошее подвижение, но пока неизвестно. Если их удастся сделать, то, в принципе, можно научиться подавлять, возможно, удастся научиться, тоже не совсем понятно, но здесь вот больше все-таки оптимизма, просто чисто поставив несколько датчиков в объем, ну, находить просто уже чисто ангаритмически те источники, которые выделять, те, которые из головы идут, несмотря на огромную разницу в амплитуде. Значит, ну вот общая схема интерфейса MOS Computer, которую, возможно, вы уже в той или иной степени, в той или иной виде видели, поскольку она, в общем, повсюду гуляет, где-то в лекциях, кажется, тоже появлялась, это из обзора 2002 года, такая классика, вот, я, собственно, про нее не буду говорить, я буду говорить про то, что на ней нету, на ней нету, в общем, такой важной части, это, собственно, что делает пользователь. Вот я уже сказал, что далеко не каждое мысленное действие производит такой вот эффект, что мы получаем различимый сигнал. И вот это очень принципиальный момент. К сожалению, вот то, что вот это было, широко разошлось вот в таком виде, в правой части этой схемы, по-видимому, привело так, с одной стороны, к тому, что очень много инженеров стали заниматься вот этими системами, поскольку, ну, вроде как, все очень понятно, что вот, надо сделать такую штуку, и все будет работать. Но, с другой стороны, там просто получается огромное количество какой-то некачественной, собственно, ну, делается работа без всякого продвижения, тупиком образом, там, просто ничего не дает для того, чтобы это развивалось. Очень важно все это понимать, что вот за вот эти самые действия мы делаем, делает пользователь. Ну вот, я уже говорил, что Бирбаумер использует возбуждение расслабления, ну, они разного типа, например, возбуждение может, вот этот пациент говорил, что у него, он использовал образы, например, натянутой стрелы в тетиве лука или ожидание переключения светофора на зеленый сигнал, ну, или какие-то такие вот события, которые кратковременно имеют еще характер, чтобы это не просто так взбудиться, ну, и что он там, выверет половинку этого алфавита, там, в течение минут, нескольких минут будет она. А здесь он мог это динамически менять, это довольно важно. Вот. Но все равно это довольно, напоминаю, тяжелая штука. Вот сейчас мы перейдем, собственно, к интерфейсам на волне P300, на основе волны P300. Вот это, с помощью такой интерфейса, было написано уже вот это письмо. Но, в общем-то, здесь скорость написания была практически такой же, но это тяжелый больный в том и другом случае. В обоих случаях, где-то примерно, когда хорошо шла работа, где-то две буквы в минуту получалось. Но, в данном случае, человек, вот, это реальный ученый с молекулярной мира наук, он даже пишет, что он не только занимается исследованием, он еще с гранта вот три человека, значит, он поплатит трем людям. Это его спросили описать его, как влияет на его жизнь вот это использование вот этой системы. А он дома использовал ее, в общем, там, в течение где-то двух лет, вот к тому моменту, когда вот эта статья вышла. Ну, так, значит, это просто, чтобы вспомнить, как выглядит электроэнцефалограмма, как из каких-то там реальных наших записей. Вот, значит, напоминаю, что мы имеем какое-то количество каналов, во времени это все развивается, и вот по оси вертикальной мы еще имеем вот эту амплитуду, собственно, этой электроэнцефалограммы, это сырой сигнал. И сейчас вот, чтобы понять, что такое вот эта волна П-300, я просто напоминаю, это было уже тоже где-то скорее на семинарах, чем на лекциях, там это называлось «Вызванный потенциалом». Вот эта технология, вот, очень простая, но имеет просто два разных названия, либо потенциалы, связанные с событиями, еще ли по-русски называется «связанные с событиями потенциалами», вот, или «Вызванные потенциалы». Где-то в английском примерно до 70-х и первую половину, может быть, до 70-х годов использовалось «Evoked Potentials», то есть «Вызванные потенциалы». Но потом решили, что это не очень правильно, потому что есть много случаев, когда не просто вызванная активность, а человек должен в голове что-то такое делать, чтобы там какие-то компоненты возникали, и поэтому вот это надо называть вот так вот «Vent Related», и просто связан с некоторым событием. Он связан во времени, а дальше уже там может разный быть, может быть, непосредственно детерминированный стимулом какой-то внешним событием, а может быть, и человек сам это все вообще без стимула вызывает активность. Но даже есть такие, собственно, тип такой активности, это «Премоторные потенциалы», когда вообще еще нет никакого события, человек сам вот это что-то делает в голове, он может просто готовить движение, какое-то действие. И перед этим возникают эти потенциалы, и события уже являются ответом на этот мысленную подготовку или какое-то намерение сделать это действие, а и развитие этой мозговой активности. То есть события уже возникают после. Но вот это уже такие мелочи. К сожалению, по-русски это вот не прижилось название, его довольно часто заменяют просто на вызванные потенциалы, поэтому получается небольшая путаница, если смотреть, что в литературе на английском и на русском. Но по смыслу все равно это одно и то же. В общем, у нас есть некая временная метка, но в данном случае вот иллюстрация — это эксперимент, когда человек показывает на экране крестики и нолики на какое-то короткое время, и смотрит, в данном случае, один из каналов ЭЭГ, и вот что-то после крестика, здесь вот после крестика, здесь после нолика. Вот так вот можно разметить запись и нарезать на кусочки, соответствующие крестикам и ноликам отдельно. И из этого получать просто усреднением, усреднить вот эти пробы, трайлы, эпохи, которые соответствуют единичным таким предъявлениям. Ну вот получается, в случае, если у человека было задание считать, допустим, количество ноликов или нажимать на кнопку, когда они появляются, какие-то еще такие действия делать, мысленные или физические, то будет потенциал, особенно если еще и вот этих ноликов было меньше, чем крестиков, будет высокомплитудный такой потенциал, который называется либо P300, либо P3. И он будет, в случае с крестиков тоже можно появляться, но и он будет меньше. Это, значит, потенциал, который, ну там нет абсолютно точного понимания, все-таки, к чему он соответствует, но вот он связан с релевантностью вот этого, того, что происходит, события, такое основное понимание. И почему вот это разные названия P3 или P300? P3 это, ну тут можно догадаться, что это просто порядок вот этих волн, позитивные и негативные. И они более-менее стандартно, так вот в определенном порядке возникают при разных типах стимулах, поэтому, в общем, используют такую единую номенклатуру. Но иногда бывает, что какого-то из них нет, или он очень сильно смещен, или непонятно, к чему он соответствует в данном случае. Поэтому лично мне больше нравится номенклатуру, когда вместо P3 говорят P300. не просто добавляя нолики к этим трем, а это совсем другое значение, там смотрят на время, время появления этой волны, латентность его возникновения относительно начала стимула. Вот у нее порядка 300 миллисекунд, это приблизительно, она может очень сильно, в принципе, быть отодвинута в каких-то ситуациях, но вот общий принцип такой. Ну, чаще всего она вот при благоприятных условиях, она вот в районе 300 миллисекунд, и поэтому ее всегда называют P300. Значит, мы можем посмотреть разницу между вот этими двумя состояниями, и вот на этой разнице, собственно, каким-то образом построить развлечение. Но разночение случаев, когда человек вот внимательно следит за стимулом, и когда он его игнорирует. Но мы видим, если что, вот смотрим, допустим, единичное предъявление стимула, тут, ну, вроде бы есть какое-то отличие, да, вот в ноликах, но оно очень небольшое, и здесь вот какой-то хороший случай, вообще-то говоря, обычно там, ну, гораздо труднее разобрать, есть какая-то связь или нет. И действительно, в общем, в единичных наблюдениях, как правило, это не удается увидеть. Так вот, это практически то же самое, все, что мы говорили. Но был, тем не менее, сделан интерфейс MOS-компьютер еще в 88-м году на основе вот этой разницы. Он, собственно, там два человека в статье были, Фарвелл и Дончин. Дончин был, в общем-то, очень хорошо известен тому времени уже как исследователи этой волны, ее эффектов, то, что на нее влияет. А Фарвелл был его аспирант, такой довольно взбалмошенный человек, он потом со всеми очень сильно ссорился на почве того, что он утверждал, что у него самый лучший детектор лжи, а остальных все плохое, и он даже не встречались тезисы на научной конференции, совершенно такой серьезный, академический, и он просто там, какими-то там ругательными словами, так сказать, отзывался о коллегах, в своих конкурентах. Но, тем не менее, здесь была очень остроумная реализация вот такой возможности видеть этого различия, но 10 лет после этого просто никто вообще-то не использовал, просто в тот момент не было такое ощущение, что это вообще нужно для кого-то, каких-то производственных людей, там как-то про это не задумывались, просто воспринялся, как игрушка. И, тем не менее, у них уже тогда вполне все работало. Значит, как это... Так, а можем, наверное, здесь это запустить. О! Так, вот так оно... Это на самом деле из реальной лаборатории Каплана, в МГУ, каких-то экспериментов, мы сделали такую визуализацию, вот там реально использовалась вот такая картинка. И, в общем-то, в других случаях примерно организованы вот эти самые стимулы таким же образом. Тоже какая-то таблица, чаще всего это для набора букв используется для печатания текста. Соответственно, это алфавит или какая-то хотя бы часть алфавита. Смысл вот того, что мы сейчас видели, это, собственно, вот эти самые стимулы, которые видит человек-пользователь или испытуемый. И, допустим, у него, вот ему в эксперименте обычно там есть какая-то стадия, где показывают, какую букву надо печатать. Ну, или если это стадия, когда обучается классификатор в самом начале работы с ним, то просто ничего не печатается, а человек просто должен задание, вот он сможет посмотреть на букву М, потом на букву О и так далее. Ну, или в тесте это он воспроизводит это слово. А вот буква М, допустим, если она мигает, но она мигает, на него, значит, попадает либо вертикальный, либо горизонтальный столбик. Все равно, какой столбик на него попадает, не столбик, а строка или столбик, все равно он должен считать, если она моргнула. это позволяет получить некоторое различие в потенциалах, которые во времени привязаны к миганиям либо строк, либо столбцов. И мы знаем время, вот очень принципиальный момент, то, что момент времени должен быть точно известен. Если мы его знаем, соответственно, мы можем сделать вот то, что мы сейчас вот говорили, нарезать это ЭЭГ, выделить для каждого столбика отдельную, ну, можно это усреднить, допустим, да, отдельную группу вот этих эпох ЭЭГ, отдельную усреднить, посмотреть, что там получилось. И где-то вот эта волна П-300 будет больше в одном из столбиков или в одной из строк, больше, чем у других столбиков или строк. Соответственно, мы их вот, ну, если мы в эксперименте, мы знаем, где были целевые и нецелевые стимулы, те, на которые человек смотрит, на которые не смотрят, ну, так можно отдельно усреднить и получать вот очень хорошее различие. Ну, правда, вот это если, в данном случае, это картинка по довольно приличной группе испытуемых, и каждый еще много раз это проделывал, это смотрение. Ну, вообще-то он не просто смотрит, а обычное задание считать, считать подсветки этой буквы, ну, или каким-то еще образом на нее четко реагировать. Ну, и дальше, в общем-то, тот же самый принцип, как и в других интерфейсах с компьютером. Мы понимаем, что в единичных, может быть, мы и здесь реализациях можем это не сработать, но хотя бы, когда наберем несколько по, на каждый класс, на каждый столбец, на каждую строку, мы можем, применяя сюда классификатор, который обучили на некой такой калибровочных данных, когда мы знаем, на какую букву человек смотрел. То есть у нас есть обучающая выборка с такими целевыми, нецелевыми размеченными данными, и классификатор уже потом говорит, вот здесь вот, скорее всего, вот этот целевой, вот из этих набора строк и столбцов, вот этот, наверное, целевой. Ну, чаще всего требуется несколько вот этих подсветок, как минимум, ну, у здоровых людей при некоторых, когда четко смотрят, ну, еще тогда у нас, когда не было очень мощный классификатор, мы обычно линейный дискриминатный анализ использовали там с какой-то регуляризацией. В общем, бывало, некоторым людям удавалось почти без ошибок печатать на единичных подсветках. Ну, и одна строка, и один столбец, но это, правда, редко, чаще все-таки несколько. Для больных это бывает требуется существенно больше. Ну, вот с 88-го года, вообще-то, принципиально, вот эта схема практически никак не изменялась, и сейчас это, в общем, реально используется там для разных больных. Но надо, конечно, понимать, что это вот между людьми очень большая вариативность. Вот, допустим, тут вроде бы красиво, вот эта ЭГЭ, она вот, если смотреть разные исследования, там, ну, очень похоже будет. А вот индивидуально смотреть, то там бывают очень разные варианты. Но все-таки то, что есть очень много сходства вот в таком усырьенном виде, или можно находить для даже каких-то вариаций, в общем, похожие в популяции каких-то людей, ну, видимо, можно делать все-таки сейчас некоторые коммерческие проекты, там удавалось вроде бы это сделать, на большой группе обучить какую-нибудь мощную нейросеть, и она уже теперь на новом человеке может без дополнительного обучения довольно быстро начинать сразу работать. Потом, если она обучается, она уже делает все меньше и меньше ошибок. Но, казалось бы, тут мало что можно изменить, но тем не менее, вот мы самые первые годы, когда начали этим заниматься в МГУ, тут поняли, что если подходить не как вот, я говорил, что все-таки самая массовая категория тех, кто этим занимался, это были инженеры, и они, как правило, просто воспроизводили полностью один к одному эту табличку, мы сразу стали думать, а надо все-таки понять, что же там происходит, поскольку мы биологи, психофизиологи, мы думаем с другой стороны, не как технически это усовершенствовать, а вот что там по сути. И вот, в частности, здесь вот два факта, которые мы нашли тогда с самой первой, первой, где-то год, наверное, это то, что, ну вот это называется, то, что я рассказывал, вот эти крестики-нолики, отбол парадигма, когда есть стимул, который относительно редкий, но за ним нужно, именно за ним надо следить, и он немножко выделяется, как бы из ряда вон, как бы вот выходит. Вот это отбол парадигма, в ней обычно предъявляется стимул, где-нибудь, допустим, в центре экрана, где его хорошо видно, и она очень хорошо известна в психофизиологии, собственно, вот она почти всегда используется для таких классических, ну, типичных исследований, когда нужно вызвать эту самую П-300 для каких-то целей, там, ее изучения. Но мы посмотрели, вот, а вот если все-таки здесь выглядит немножко по-другому, эта картинка здесь не центр экрана, да, и есть стимулы с разных сторон, есть, ну, какая-то довольно сложная ситуация для зрительной системы, явно это что-то другое. И мы посмотрели, что в зрительных областях происходит в случае с этой самой отбол парадигмой и в случае с этой матрицей с буквами. И оказалось, что там совершенно разные вот эти потенциалы связаны с событиями. То есть здесь вот пунктиром, это вот то, что в отбол парадигме, а крупные вот эти жирные сплошные линии, это то, что вот в случае с матрицей, для целевых стимулов. Для нецелевых там, в общем, тоже получалась очень маленькая амплитуда. То есть получается, что там есть зрительный потенциал, который тоже различает, более ранний, чем вот эта волна П-300, тоже различает, смотрит человек на подсветку или он смотрит какое-то другое место. Почему это было важно? Дело в том, что очень много работ, в которых получался какой-то замечательный прогресс. Вот можно не две буквы в минуту, а вот там много букв в минуту набирать, в общем-то так-сяк. Но это все обычно испутывается на здоровых людях, потому что с больными, ну все-таки тяжело работать, понятно, что их заставлять какими-то такими вещами заниматься чаще всего просто не очень этично, потому что реальной пользы для них нет, а им все-таки тяжеловат. И уговорить просто их сложно, их родственников. И, соответственно, работают со здоровыми людьми, а здоровый человек, если он хорошо владеет своим взглядом, он взгляд четко направляет на эту букву. Парализованные люди, в зависимости от того, что у них парализовано, например, в боковом амиотрофическом склерозе, там на поздних стадиях, там, к сожалению, глаза уже тоже очень плохо работают, и человек не может фиксировать эту букву. И, собственно, поэтому вот тут заедущей лабораторией, которым я говорил, он печатал эти две буквы в минуту, у него не было вот этого самого, видимо, хорошо выраженного вот этого компонента. Ну, собственно, мы там одни из первых это нашли, собственно, одновременно пропубликовали там еще с несколькими людьми вот эти наблюдения. Ну, у нас тоже цитируют, тем не менее. Обратили внимание. И другое наблюдение, это то, что мы можем, несмотря на то, что вот этот компонент, казалось бы, зрительный, да, он совершенно не меняется, если мы меняем довольно сильно эту матрицу, например, меняем цветовую схему или там яркостную схему, у нас стимулами были тут выделения с помощью черного на серых букв, через серые буквы выделяясь черным, и получались те же самые потенциалы, даже вот эти самые затылочные. Ну, P300, она тем более, она не чувствительна, более поздний потенциал, который связан именно с такой, то, что называется, когнитивной, в данном случае с вниманием, с таким функцией. И это означает, что мы можем очень сильно варьировать вот этот дизайн этой матрицы, например, для того, чтобы делать человеку более удобный, какой-то для него более подходящий, комфортный вариант. Ну, и дальше мы там всячески изощрялись уже с конкретной какие-то реализации, делали иногда очень разные, вот, например, с движущимися здесь вот шариками, это, ну, такие игры. Сейчас такой весьма цитируемый обзор, в котором, собственно, можно найти вот эти картинки, они оттуда. Но здесь вот игра, ну, игры очень простые мы делали, просто для того, чтобы показать потенциал вот этой технологии и одновременно получить возможность, ну, как бы, отлаживать компоненты вообще этих интерфейсов. И с другой стороны, ну, это еще просто очень удобно для испытуемых, им приятно обычно в таких экспериментах участвовать, и нам даже не надо было платить за это. То есть они все бы с удовольствием сами хотели здесь вот сидеть и играть. Хотя, казалось бы, игра очень простая. В данном случае это нужно было просто набрать, собрать некоторые пазлы, которые человек не знал, что там за картинка вылезет в конце. Он, ну, не как обычный пазл, здесь его было больше похоже на обычный пазл. Но, и, собственно, это называлось пазл, и это, в данном случае, картинка с фотографии с фестиваля науки в МГУ в 2010 году. А здесь это мой тогдашний студент, Илья Ганин, в рамках у него был проект, поддержанный грантом «Умник», сделал такую игрушку, где шарики бегали, и они вот выполняли, в данном случае, подсвеченный шарик, функции вот этих стимулов. Но задача была просто собрать вот эту картинку последовательно, ну, по алфавиту А, Б, В, казалось бы, абсолютно тупая задача, но тем не менее было очень интересно, потому что в подавляющем большинстве случаев было очень сложно понять, особенно, ну, сейчас вот это, может быть, можно разглядеть, что тут такое, и то, наверное, с трудом. Они, во-первых, обрезаны, не квадратный фрагмент, как здесь. А, во-вторых, они еще бегали по экрану, поэтому, ну, там, я даже не уверен, что хоть какую-то картинку можно было догадаться, что там получится, поэтому он был довольно интересным, получился. Ну, и ошибки это, если человек вот следит за этим шариком, выбирается другой. И вот одна из идей была то, что мы, может быть, мы сможем сделать тренажер внимания. То есть вот человек, если правильно следит за этим шариком, то у него вот он поощряется тем, что не уменьши ошибок, он выигрывает, и тогда вот, значит, он как-то приучается контролировать свое внимание. К сожалению, вот эти работы у нас не очень пошли дальше. Оказалось, что вот у игровых фирм как-то, ну, не хватает интереса. Хотя, ну, у нас были идеи, как это, собственно, в этой статье это описано, там, ну, по крайней мере, намечено, нету в первых из них. Намечено, что можно сделать именно для того, чтобы это в игре было интересно, более, как-то, гораздо более динамично, чем здесь, естественно. Но это, вот у них обычно, просто для них нужно просто переделать всю игру, встраивать это в тут дизайн, какие-то наши там идеи, а им, ну, они вкладывают очень большие деньги в том, чтобы вот это все отладить, чтобы с конкурентами, потому что как-то игра выглядит не очень хорошо, ее сразу проигрывают в конкуренции там, другим фирмам. И я даже вот совсем недавно консультировался с человеком, которым вот коммерческий был проект именно направлен на то, чтобы нейроинтерфейсы, такие игры создать и пустить вот в коммерцию. Но вот он говорит, что это все не получается, потому что слишком там жесткая конкуренция в этих игровой индустрии. Ну, тем не менее, а, просто тренажер внимания, ну, может быть, можно сделать, но, как бы это, как ни странно, до сих пор нет ни одного исследования, которое бы четко показало бы, что это можно действительно тренировать таким образом. Хотя и были попытки, но вот они какие-то такие не очень убедительные результаты. Может быть, нам надо просто дольше этим заниматься, но пока непонятно. Но, тем не менее, вот то, что вот в МГУ тут было там дальше, ну, я в 2010 году уже там перешел сначала в МИФИ, потом в Курчатский институт, а здесь продолжалось довольно много интересного вот в клиническом уже направлении. Нерочат, про него уже там вы слышали, если слышали предыдущих, слушали предыдущие лекции. Ну, собственно, там такой набор букв для главного образа набора букв системы коммуникации для парализованных больных, которые реально вот есть там сотни уже изготовленных этих нейрочатов, и они там распределялись бесплатно там по клиникам. и, ну, есть еще там другие подходы, это вот интересная такая идея сделать для нейрореабилитации, вот, Анатолий Васильев в прошлый раз критиковал моторную нейрореабилитацию на основе моторных интерфейсов носкомпьютер. А здесь была идея вот по 300, она, собственно, и сейчас пытается заниматься, кажется, в Самаре еще там есть продолжатели, это, кроме Каплана, еще Михаил Лебедев тоже вот этим продвигал. Там идея такая, что для нейрореабилитации важно делать движение в нужный момент, пытаться сделать, когда человек не парализованный, он не может двигать рукою, он сам, если ее пытается двигать, у него ничего не получается, и он от этого может очень переживать и вообще впадать в некоторую, усиливаться депрессии, там всякие неприятные вещи, мотивация снижается. А если ему кто-то эту руку, там, медсестра или родственник, или там, робот, двигает, то это как-то может быть невпобат. У него нет соединений с его намерением сейчас сделать это движение, и есть предположение, что это плохо, лучше сделать, то есть это как-то работает, но лучше сделать, чтобы именно тогда, когда человек пытался это сделать, и оно делается. И вот с помощью П-300, поскольку эта технология гораздо более надежна и не требует длительного обучения, и просто точность срабатывания, в любом случае у большинства людей, даже после обучения у П-300 будет лучше, то ее, а там еще время очень важно после инсульта, чтобы долго не заниматься просто этим обучением, а сразу в нужный момент это все началось, восстановительное мероприятие. и, соответственно, получается, П-300, может быть, стоит это делать, ну, в частности, можно и всю другую руку двигать, запускать тоже вот таким вот системой распознавания П-300, а можно даже отдельный пальц, собственно, первая работа, которая делалась для мелкой моторики, вот, ну, вот, можно там на сайте Brain. Биум. Юру, там, смотреть статьи, которые, собственно, лаборатория Александра Ильича Каплана выходит. Ну, вот, какие, значит, здесь вот вообще выводы про технологию такой привязки к стимулам, ну, не вывод, такие общее соображение. Это то, что мы устраняем эту неопределенность во времени, то, что вот обычно есть в, если мы не знаем, где возникает некая активность, а здесь она очень точно привязана к этому стимулу. Там 300 миллисекунд, это же очень, ну, там может быть разброс, в зависимости от того, насколько человек там четко настроился, он может чуть раньше, чуть позже, там еще какие-то могут факторы повлиять, вот, но разброс там, ну, порядка 100, ну, иногда чуть-чуть больше, там, миллисекунд. Классификатор знает, где, так сказать, искать, то, что классифицировать. Вот. Но, естественно, здесь проблемы, это то, что называется чувство агентности, когда человек вот чувствует, он или не он делает какое-то действие. Вот высокая агентность, хорошее чувство агентности, это значит, что вот человек вот, он понимает, что вот он там что-то такое в главе сделал и интерфейс вот выполнил вот это, допустим, движение рукой его. А может быть, что у него непонятно, то есть, то ли это робот сам, там все-таки как-то влияет, он как-то на это не умиляет, потому что, ну, есть время, некоторые проходят, и он должен попадать вот в эти, в такт с этими стимулами, не когда он строго, вот он сейчас и захотел, а вот стимул еще нет, не может быстро сработать. Вот, вот вся эта проблема, ну, и я же говорил на примене игры, понятно, что вот это не только для игр, дизайн надо как-то специально подлаживать, клавиатуру не так сложно организовать, а вот, допустим, уже в браузере работать с такой системой, есть разные решения, там все равно все становится сильно сложнее. Ну, да, вот это, асинхронный, это система, которую можно подавать в любой момент, здесь полностью асинхронный сделать нельзя, хотя мы делали такой приблизительно асинхронный, когда вот некоторым скользящим от ней, вот обрабатывающим эти стимулы как-то, то есть это срабатывало, даже сделали там в определенном классе устройств, там в какой-то момент у нас был фактически такой мировой рекорд, который придержался несколько лет скорости и точности срабатывания, вот, но тем не менее это все-таки не очень, в хорошие показатели. Еще вот функция зрительных стимулов какая интересная есть, это, кроме того, что они время кодируют, они еще кодируют место. то, что мы говорили, что мы знаем время предъявления стимула, но мы еще и знаем хорошо, где он показывается, через вот эту связку времени и позиции и мы вычисляем, собственно, что за буквы там печатаются, нужно напечатать. и на экране это хорошо делается. В каких-то других случаях это может сильно быть сложнее, особенно, если нам, допустим, звуковой интерфейс или тактильный, то есть, когда кожа стимулируется, там человек, конечно, может распознать, где-то находится, но там гораздо сложнее привязать к этому какое-то осмысленное, что-то осмысленное, потому что здесь он сразу можно ему показывать, допустим, букву или показывать какую-то кнопку с каким-то символом, что сейчас нужно сделать или какие-то слова. Но еще используется взгляд. Взгляд, в принципе, довольно многих людей, парализованных, он все-таки работает, поэтому это такое рабочее решение. Но есть кроме Петрис, на самом деле более эффективны даже некоторые другие способы стимуляции. Это я не буду про них подробно говорить, потому что, во-первых, я не занимался и как-то просто их не очень люблю, там слишком все просто. Ну, там есть много своих хитростей, но это, как раз, инженерная штука, она мне как-то подальше. Но я просто буквально пару слов потенциалы стабильного состояния, это обычно там может быть такая же большая таблица, но чаще все-таки меньше. Какие-то есть поля, где мелькает свет с определенной частотой. И это можно частотой кодировать позицию, можно кодировать фазой. Фазой немножко сложнее это организовывать, а можно даже сочетание частоты и фазы, то есть тогда можно действительно большую таблицу набрать. Соответственно, есть методы, самый простой это спектр, посмотреть, где пик находится. Обычно более сложно делается. чисто инженерное будет решение. И кодомодулированный потенциал это более новая, более хитрая штука. Там создается специальная последовательность стимулов, которая сдвигается в каждой позиции определенным образом. То есть фактически тут тоже фаза, но здесь не через одинаковые интервалы идет стимуляция, как потенциал стабильного состояния. тут часто может быть необязательно даже прямоугольные импульсы, могут быть какие-то симсоиды можно стимулировать. Здесь чаще всего прямоугольные, но можно их тоже как-нибудь обработать, чтобы они не очень жестко были для глаз. Но самое главное, что при разных сдвигах этих последовательностей мы получаем все равно четкий ответ, умеренно четкий, но тем менее распознаваемый. Мы можем понять по фазе этой последовательности сверточными технологиями выявить в какой фазе привлечено внимание, соответственно, получить позицию, куда человек смотрит. И здесь принципиальное отличие это то, что это меньше зависит от внимания. Такая чисто зрительная задача. В принципе, здесь получены на здоровых по крайней мере люди гораздо лучше результаты, с П-300. Но есть там много проблем делать. Прежде всем смущает то, что здесь мелькающий свет, люди, у которых вообще есть фотоэпилепсия, где может произойти эпилептический припадок. И не очень понятно, что будет, если человек регулярно использует такие стимулы, на них все время смотрят, не будет ли у него каких-то проблем с его мозгами. Но пока что в литературе такой не встречался, хотя лет 15-20 этим занимаются. Так, что-то тут нету. А, вот в чем хороший взгляд. Еще дополнительный плюс в том, что здесь используется взгляд, он такая автоматическая штука, которая двигается все время без всяких усилий и наводится не нужно там сейчас просто смотрит. Нам нужно на эту букву смотреть, значит, мы смотрим. И человек довольно часто имеет предыдущий опыт до интерфейса мозг-компьютера. Обычно человеко-компьютерными интерфейсами. И он, когда мы работаем с экраном, мы все время смотрим куда-то на экране. А без экрана обычно, собственно, с компьютерами никто и не работает. Ну, и вот известно, что моторные действия довольно часто идут после того, как человек смотрит на какую-то позицию. Правда, не всегда. Там есть случаи, когда и после исследования, когда смотрели, когда наводят человек мыши на какое-то место, значит, он до или после распределения таких случаев такое. Все-таки больше случаев, сначала взгляд, хотя не намного больше. И ну вот случаи, если мы заменяем на слуховые, тактильные, вот это, к сожалению, уже не работает. И еще проблема, вот то, что не используется вот этот потенциал, который я говорил, вот этот зрительный потенциал, который довольно крупный, он в принципе вносит для здоровых, по крайней мере, людей, или для людей, которые взгляд движется, хороший вклад для АП-300. Такая картинка очень по-моему выразительная. Вот в одной из работ, которым какой-то очередной очень быстрый интерфейс, правда, они его только испытывали на здоровых людях, и по-моему для больных там совершенно нереально, слишком жесткая, но они со скоростью одна буква в секунду могли печатать. По крайней мере, ну там почему-то они не показывали, что там большие тексты, там буквально несколько слов напечатали и все. Вот я думаю, что просто очень жесткая стимуляция получалась. Но тем не менее, у них вот такая вот эта скорость передачи информации, information transfer rate в биты в секунду часто используют для сравнения разных интерфейсов. И здесь вот P300 оно где-то внизу все. Если бы мы посмотрели на моторном воображении, то там их там для набора букв вообще обычно не используют, но там было бы совсем иметь Бербаумерфский. Но это все в основном исследование на здоровых людях. И да, вот здесь вот получаются вот такие вот хорошие результаты, но все это понятно, что это работает на управление взглядом. во всех случаях вот нужен взгляд. Ну и тогда значит нам нужно собственно два вопроса возникает. Значит если у человека тяжелый там паралич, что делать все-таки, а с другой стороны а если у него нет паралича, то может быть вообще надо идти в другую сторону какую-то. ну вот в случае если там тяжелая ситуация, поздней стадии допустим вот этой бокового амиотропного склероза, амиотропического склероза и взгляд не работает, то вот слух осязания, но еще так, почему-то не в том порядке это выскакивает, да, вот с центра экрана предъявление ну пробовали это делать, это снижает проблемы с тем, что мелкие вот эти буквы в разных местах там символы, но естественно это получается очень медленно, естественно это без этого компонента N1, нет вот этих возможностей пространственного кодирования, то человек должен ждать новый стимул и не пропустить его, иначе там в общем все-таки сильно удлиняется, в общем такие пробовали вещи делать, но не очень хорошая штука. Вот, волна ожидания это значит еще один когнитивный феномен, который также как вот волна П-300, он очень давно известен, но вот в отличие от волны П-300 он не использовался очень долгое время, были единичные работы. Как ни странно, его да, я сейчас все-таки извините, вот про предъявление в одной позиции, тут еще одну вещь скажу, про нее забыл, что еще для здоровых людей оказывается это работает, может работать очень неплохо, можно показывать очень быстро картинки, ну вот иногда это делается даже больше 10 картинок в секунду, и если там какой-то есть объект, который человек хорошо может рассмотреть, не рассмотреть, он такой вот специалист по этим объектам, например, в аэропорту смотрит то, что в чемоданах там такие предметы, нет ли чего антиопасного, и можно показывать ему эти картинки очень много подряд, он если ему дать кнопку, он будет плохо на это реагировать, будет не успевать, ему в общем будет как-то сбиваться, а по волне по 300 там можно очень неплохо, там еще не какой-то комплекс есть, но по 300 прежде всего, на это реагирует, и как ни странно, вот это вполне реальная технология, которую один израильский стартап сейчас развивает, ну не знаю, там реально где-то внедрят в каких-то аэропортах или может внедрили уже, но вот они говорят, что, например, деньги в это вкладывают, говорят в то, что можно таких опытных специалистов, ну экономить их время, они могут сразу несколько сканеров просматривать, вот таким образом, дальше там можно, ну если, в принципе, они, конечно, могут ошибиться, что-то там подозрительное, но это можно в отдельный, так сказать, этот слайд еще раз показать, там, это развивается довольно давно уже, интересная область, там еще можно посадить много операторов и им одновременно это все показывать, вот если это что-то очень важное, допустим, нужно очень быстро отловить, то это может помочь понятным образом, вот, ну мне, вот, честно говоря, это, я несколько раз думал, не заняться ли такими вот тоже технологиями, но мне всегда каждый раз останавливало то, что соображение, что, скорее всего, это очень скоро вот вместо человека можно будет нейросети сажать и любые задачи будут решаться. Сейчас пока еще такого нет, есть много задач, которые человек лучше делает, но тем не менее, вот, ну мне кажется, что это, в общем, как бы технология такая ненадолго. Вот, ну, а вот волна ожидания, тут мы ей занимались довольно долго, а впервые ее, собственно, вот я вот это нашел как-то в кабинете у Каплана, тоже нашел журнал, вот, совершенно, ну, почти случайно просто нашел вот этот, у него оказался этот журнал, я где-то обнаружил эту ссылку каким-то поиском и оказалось, что специалисты просто, не знает почти никто вот про то, что были такие, вот это тезисы просто на конференции, Грей Уолтер, человек очень известный в ЭЭГ, он, собственно, открыл эту, так называемую, волну ожидания в 60-е годы, в начале, и в конце 50-х, наверное, в начале 60-х, и, в общем, очень много ее изучал, он у нас хорошо известен как автор книжки «Живой мозг», она, в принципе, она до сих пор очень такая вполне интересная, много, конечно, устарела, но он про исследование ЭЭГ, и про свои исследования, и вообще, как бы, введение в ЭЭГ. Вот, ну вот этот Грей Уолтер оказался в этих тезисах, он предложил использовать и эту волну, и еще волны намерения, ну, это фактически были премоторные потенциалы, в одном интерфейсе мозг-компьютер, это, ну, совсем коротенький текст, это тезис, да, но там очень такие умные мысли, как вот можно попробовать это использовать для вот прямого мозгового контроля машин, управления машинами. Сейчас вот, ну, трудно такие вот работы встретить, но человек действительно очень умный был. Но мы пытались, мы еще до того, я нашел, собственно, почему я заинтересовался этой волной ожидания, сильно, я немножко расскажу позже, но так или иначе, я сейчас скажу про другую работу, вот применение вот к этому самому с интерфейсом на P300. Если у нас нет вот этого компонента N1 или N180, там, разная на макулатуре зрительного, чем мы можем его заменить? Вот китайцы предложили такую вот штуку буквально в этом году, я был рецензентом этой работы, они там, правда, перепутали, у них сначала была не волна ожиданий, они тоже из каких-то инженеров, но такие умные довольно. Они, как бы, думали, что там, ну, то есть, премоторные потенциалы, но там просто было по всему видно, что это совсем не то, и у них, ну, получилась бы какая-то такая не очень правильная вещь, поэтому я ему, а я когда-то уже этим занимался еще вот, тоже в сочетании P300, мы попробовали тоже это сделать, что, собственно, делается там, можно сделать так, чтобы человек ожидал момент предъявления стимула с P300, ну, для самой P300 лучше сделать, чтобы она случайна, тот стимул, который нужен, появлялся, она немножко больше тогда становится, но если человек знает, когда стимул появится, она все равно будет в P300 видна, но зато еще появляется волна ожиданий. Соответственно, можно, допустим, вот эти столбцы и строки предъявляя, мигать имя не случайно, как вот то, что мы видели, а в строго определенном порядке, и тогда человек знает, когда следующее будет мигание. Ну и, в общем, я там какое-то подсказал, а мы, почему мы, собственно, когда, собственно, еще у лаборатории Каплана этим начинали заниматься, у нас это все вроде получалось очень хорошо, но у нас были какие-то кучи других важных проектов, и как-то мы не подумали, что это может решить проблему для таких парализованных людей, может быть, это действительно очень такая принципиальная вещь, но вот мы это проскочили, а они вот это сообразили, что это может быть полезно. И, ну, вот у них, в общем, доработали статью, значит, она вышла в такой один из ведущих журналов по нейроинженерии. Да, ну вот это просто нужно знать, что это за волна ожидания. Она еще, ее называют условно негативной волной, но, если более строго, это по-английски contingent, negative variation. более строго, это немоторная все-таки часть, потому что в такой условно-негативной волне в обычном смысле там есть подготовка немоторного ответа. Еще есть фактически синоним вот это негативность предшествующих стимулов. Но это в разной просто литературе. Ну вот, это мы говорили, как быть с больными, которые, может быть, все-таки могут использовать это P300, но когда у них плохо со взглядом. Но если со взглядом хорошо, то, может быть, стимулы вообще не нужны. И, может быть, не нужен, да, поскольку для этих людей, которые хорошо владеют взглядом, ну, может быть, интерфейс-компьютер тоже не нужен. Потому что мы можем просто подсмотреть, куда человек смотрит. И, действительно, существует устройство для того, чтобы смотреть, куда человек смотрит. Ну, по-русски они там по-разному называются. Там называют трекеры глаз, там, но, в общем, люди, которые давно много работают, они чаще всего называют айтрекеры. Просто, ну, как бы, такая калька, но она удобное слово. Вот, это такие типичные современные стационарные трекеры, когда-то была очень тяжелая технология, 60-е, 50-е, 60-е годы, там, Ярбус изучал, вот, есть книжка про то, как человек рассматривает разные изображения, из него очень популярная такая вот, забыл все вставить, с Аленкой, картинка, видно, человек смотрит обычно на глаза, потом на рот, всякие, очень интересные, можно для психологии выяснять информацию. но у него тогда ставилась присоска на глаз, на глаз такая вот зеркальце, которое, собственно, не может было светить, было видно по лучу, куда, значит, направлен взгляд, очень неприятно, штука. Вот, когда появились скоростные камеры и возможность быстро обрабатывать изображения с них и с помощью алгоритмов компьютерного зрения, еще довольно давно уже это все какие-то были алгоритмы, там еще с 80-х годов, можно вот светить инфракрасным светом, ну, вот это такой блок, который не видно, где там подсветка, здесь вот можно видеть, что да, вот это инфракрасный осветитель и видеокамера для отслеживания взгляда. Ну, и вот эти компьютерные алгоритмы направляются на глаз, где-то стоит подэкраном обычно, вот это сейчас, наверное, самый лучший пока что, много лет уже выпускается, канадская фирма, очень дорогой, но очень точный айтрекер, вот, а это может быть носимая технология, но здесь отличается в основном тем, что ставится еще видеокамера, которая должна смотреть, ослеживать поле зрения, потому что здесь есть экран и все привязывается к экрану, а здесь мы, чтобы вот, очень удобно в принципе, то, что перед глазами вот эти осветители и камеры стоят, можно получать точный результат, но мы не знаем, куда, собственно, человека направлены его глаза, и, соответственно, для этого нужно камеру жестко привязывать к положению головы, и тогда вот это все, точнее, к этим позициям видеокамеры, прежде всего, которые смотрят на глаз, и, в общем, там тоже получается, в результате мы видим, куда в пространстве человек видит, смотрит. но это не очень удобно для того, о чем мы сейчас говорим, об управлении компьютерами, вот такой вариант, особенно, ну, парализованные люди, там, как-то особо движение собственно головой обычно не работают, и поэтому, когда это просто перед экраном стоит, это совершенно достаточно, но для робототехники, допустим, правая робототехника, это может быть полезная вещь. Так вот, значит, вот можно использовать движение глаз для взаимодействия с компьютерами. Вот это одна из классических, ну, наверное, самой известной в области управления с помощью взгляда статья, там, 30 лет назад еще, 32 года, 30 с половиной, написанная Роберт Джакоб, ну, он здесь уже тогда писал, хотя это было очень давно, и тогда айтрекеры были очень дорогие, не для такого массового использования и довольно еще плохо работали, но он говорил, что технических там барьеров уже практически нету, это все может нормально развиваться, но очень важно, чтобы это взаимодействие каким-то натуральным образом происходило, и вот это было сложно, и до сих пор это осталось не очень простым делом. Ну, вот, видно, что он на военных тогда работал, потому что там думали, что это можно как-то там ускорить какие-нибудь там действия. Вот, потом оказалось, что это все-таки очень слишком ненадежная технология для таких целей. Да, ну, вот, это построено на том, что человек может произвольно, ну, как правило, у него глаза двигаются непроизвольно, есть сакады фиксации, сакады быстрых движений, фиксации, какие-то задержки. очень важно, что человек может двигать весь день, ну, не может, он не может не двигать, точнее говоря, глаза двигаются постоянно, и они не устают. И это означает, что вот мы, если каким-то образом немножко задействуем для целей взаимодействия с компьютером, возможно, это тоже не будет человека сильно утомлять. Действительно, можно подобрать такие режимы. Но обычно это делается с помощью того, что человеку предлагают смотреть на какие-то там такие экранные кнопки, какие-то позиции на экране, которые как бы чувствительными делаются к его взгляду. Ну, то есть мы знаем, что если взгляд попал в эти координаты, мы там запускаем какое-то действие в операционной системе, там, в печатании текста или что угодно. Там используется чаще, ну, точнее говоря, там часто говорят про фиксации. На самом деле, достаточно просто, чтобы взгляд некоторое время находился вот в этой области. Обычно такой критерий. и остается порог, по-английски это dwell time или dwell time as a result. Ну, для такой задержки. Ну, для больных там обычно более длительные, для здоровых более короткие. Но все равно это довольно быстро срабатывает, может срабатывать. Иногда предлагают там как-то моргать. Ну, моргать неплохо, потому что человек так моргает без всяких автоматических вот этих действий. И если предлагать делать двойные моргания, это слишком утомительно. Достаточно, чаще всего просто достаточно задержек. Глазные жесты, это когда человек делает по определенной траектории, допустим, сакады, но это как-то обычно неудобно, и сейчас, в общем-то, это не особо развивает. Можно выучить, например, некоторые последовательности движения глаз, тогда в принципе можно не на экран, а, допустим, при каких-то других случаях, у вас, допустим, идет отслеживание взгляда, и вы просто в пространстве сделаете какой-то определенной траектории, и вдруг что-то происходит, включится свет, что-нибудь еще. Но это слишком утомительно как раз дело. Прослеживающее, это когда что-то движется на экране, иногда это позволяет, допустим, очень с этих умных часах, например, распределить, поместить стимулы на очень маленькой поверхности, в этом смысле удобным. Но это редкие технологии. Вот как это печатание текста из диссертации такой финской исследовательницы, не очень в открытом доступе, в общем, такая очень подробная диссертация есть. просто экранная клавиатура, человек задерживает взгляд, тут кружок, чем больше, тем дольше задержка была, и видно, что иногда он исправляет то, кнопка делит, жмет глазами. Но, видимо, чаще всего у него печаталось без ошибок, все нормально, когда все напечаталось, он нажимает, смотрит на эту кнопку, которая отдельно находится, поэтому в общем это достаточно получается удобно, на нее вряд ли будет смотреть случайно. Но вот в случае, когда с вводом текста, тут получается все очень хорошо, а вот если делать какую-то более сложную интерфейс, например, управление браузером, там оказывается уже проблема, потому что человек, например, смотрит на ссылку для того, чтобы просто прочитать, что там написано, или задумался идти туда, или не идти на какой-то друг, а у него сразу за счет того, что он с глаз задержался, сразу идет срабатывание, и он переходит на страницу, с которой он не хочет идти еще. Это, понятно, что будет очень неприятно, поэтому там делаются, как-то выносят на поля, допустим, страницы, какие-то управляющие элементы, но это уже становится уже неестественным. Как раз то, что Джак говорил, что это надо избегать. Собственно, да, но тем не менее, технология работающие, не все знают, что в операционной системе Windows 10 версии, там какое-то обновление, там есть просто вот в разделе специальные возможности управление глазами, такая пока еще, бета-версия там еще в 11, по-моему, бета-бета еще осталась, но тем не менее, вот есть вот это управление глазами, нужно подключить, правда, вот устройство от следующего взгляда, то есть айтрекер, но, в общем, они есть довольно дешевые, в том числе. Немножко про терминологию, я говорю глазоуправление, обычно пишу, особенно, и стараюсь всех уговаривать так говорить, но, потому что мне не нравятся все, вот так сказать, те, которые существуют, альтернативы, ну, Microsoft продвигает это управление глазами. Дело в том, что есть, в робототехнике такое, целая, почти что наука, как управлять глазами робота, чтобы вот, естественно, смотрел, антопроморфный робот, естественно, выглядел естественным образом, или, чтобы он там решал какие-то задачи правильным образом, вот, в термин, как бы, уже занятый, и управление с помощью взгляда бы просто слишком длинным, а по-английски там тоже проблема, потому что там вот есть вот эти термины, есть еще некоторые, и, в общем, литературу довольно сложно искать, если, да, так, ну, это просто то, что мы делали, включаться в институте, но я не буду на этом останавливаться, но вот для больных, надо было какую-нибудь здесь картинку про больных, написать, показать, вот, есть просто коммерческие системы уже, это реально используется, есть, и, ну, в России это очень мало известно, ну, вообще-то и в мире, как-то интерфейс мозг-компьютер, нейроинтерфейс, как-то все это очень модно, популярно, и, как бы в информационном поле это все забило, вот то, что, в общем-то, есть простые технологии, более, в принципе, намного более работающие, вот, ну, если порог ставить 500, или там, секунду, 500, или секунду, или секунду, понятно, что можно очень быстро набирать глазами текст, и, вот, реально там почти без ошибок человек может печатать, ну, очень много, соответственно, общаться с, там, это можно озвучивать, можно, разговаривать с вами родственниками, и просто вообще управлять компьютером, вот, но, вот, для здоровых людей, все равно это хуже, чем просто печатание на обычной клавиатуре, но, может быть, есть какие-то задачи, где это было бы хорошо работало, вот, ну, мы тут по этому поводу задумывались, что, когда человек обычный образом взаимодействует с компьютером, то он использует механические устройства, и, может быть, вот, механические, точнее говоря, свою моторную систему, хотя у него, он решает интеллектуальные задачи, может быть, есть такие интеллектуальные задачи, где нужно от этого совсем отойти, и, вот, ну, как бы силой мысли, а управление с помощью взгляда, оно практически такое же, как и интерфейс москомпьютер, по внутренним ощущениям, компьютер выполняет твои желания, ну, по крайней мере, это не хуже, чем вот с P3 стоит, вот эти стеди стоит, с потенциалом стабильного состояния, а здесь вот мы в обычной жизни все время там что-то вот такое делаем мышцами, может быть, нам нужно как-то пытаться без мышц обойтись, но вот интерфейс москомпьютера, он все-таки медленный, неточный, давайте глазами это делать, но вот как я говорил, что вот есть проблемы все-таки, то, что это не всегда работает, это называется проблема прикосновения Медаса, это как раз вот тут Джакоб, вот в той статье, это я писал, то есть, что он пытался сделать, чтобы система была очень хорошо, откликалась на взгляд, но оказалось, если вот уменьшить порог, есть ощущение, что она очень такая отзывчивая, но очень часто человек смотрит не туда, когда нужно, и вот она срабатывает, даже текст может, в общем-то, при снижении порога неправильно набирать. Вот это, ну, Медас, вы знаете, там золото все превращал, хотя казалось, что это плохо, потому что он превращает в золото не только то, что хочет превращать, но вообще все, чем касается, и вот здесь вот интерфейс имеет тоже такой функциональный, функциональный. Вот это вот Александр Ильич Каплан, он когда-то, правда, он для других целей гибридизировал, это еще в 2003 году, в Корее занимался этими интерфейсами, вот у него была на ЭЭГ и на электрокулограмме, ну, можно еще вот движение глаз, в принципе, электрические, ставить электроды возле глаз, тоже отслеживать. но можно пытаться сделать вот то, что мы пытались, пытаемся где-то уже в течение 8 лет, так или иначе к этому подобраться, это сделать, то, что мы называем интерфейс глаз мозг-компьютер, который будет не просто два, вот, интерфейс мозг-компьютера соединять с глазами, но еще будет решать конкретно вот эту проблему прикосновения Медаса, причем решать на лету, не требуя от человека специальных действий, потому что если мы вот, очень многие пытаются так вот, а давайте вот глаз будет вместо курсора, а кликать мы будем вот моторным воображением, как будто мы там воображаем, не клик, там это что-то более крупное движение, но тем не менее, вот мы как-то вот это будем делать, это плохо сочетается, просто воображать одновременно с тем, что смотреть на какую-то позицию, ну, вот там все эти публикации довольно плохо, показывают очень плохую точность работы до сих пор, вот сейчас у нас довольно мало времени, уже осталось, по-моему, две минуты, а я это самое, может быть, на следующей лекции про это расскажу, то, что нужно про пассивные интерфейсы, наверное, все-таки сказать более подробно, так что давайте, да, давайте про пассивные интерфейсы я все-таки скажу в следующий раз, и вот это самое, все-таки я хотел допустить, чисто историческое видео, чтобы я чем-то закончить, это одно из первых наших исследований с этим самым интерфейсом глаз-москомпьютер, но он здесь такой неинтерактивный, здесь девушка играет в игру линии с помощью своего взгляда, переставляет шарики, там нужно в ряд поставить шарик, тогда они еще за это, вот сейчас, да, переставила, ну, она для этого смотрит в одно место, смотрит сначала на шарик, потом на позицию, куда надо перенести, но перед этим еще включает управление, посмотрев на то, что мы называли кнопкой, на отдельный такой вот шарик, вот, айтрекер это все смотрит, а мы собираем ИЭГ, и мы там сделали эту игру таким образом, устроили, что мы можем видеть, когда она смотрит просто так, а когда она смотрит для того, чтобы вот шарик выделить, и мы, соответственно, сделали такие две группы данных, их анализировали, там, чисто нейрофизиологически, статистически, и с помощью классификатора, там, и, в общем, оно классифицировалось, вот, но я, вот это сейчас будет завершающее, нет, еще там будет последний слайд, ну, предпоследний, это про то, что, в общем, это не такая уж дурацкая штука, как можно подумать, несмотря на то, что у нас это, немедленно очень продвигается, а вот оказалось, что, вот эта фирма Синхрон и Томас Оксли, ее руководитель и главный такой идеолог, они сделали, вот, сейчас интерфейс, который, ну, там, как минимум, Василий Попков на первых лекциях его упоминал точно, может быть, еще кто-то про него рассказывал, это интерфейс такой эндоваскулярный, который сейчас, в общем-то, самый такой перспективный, рассматривается на ближайшее, по крайней мере, время, десятилетие, инвазивный интерфейс мозг-компьютер, потому что он малоинвазивный, он выводится через вены, и они уже получили разрешение в США на исследование, и в Австралии у них уже там больше двух лет уже несколько человек работают с этим, используют этот интерфейс. Так вот, у них какая ситуация, вот здесь видите, айтрекер, он неспроста, потому что они, у них там два человека из шести, по-моему, австралийских пациентов смогли без айтрекера обходиться, а остальные, они могут только делать, как бы, силой мысли, только клик, а вот направляется, выбирать позицию на экране, они могут только с помощью айтрекера. И получается, что, в общем, то, что мы пытаемся делать неинвазивно, оно, в общем-то, делается инвазивно, но, может быть, все-таки неинвазивно будет и безопаснее, и доступнее, если мы это отладим, это технологиям. И более того, мы хотим сделать, что это было совсем, как бы, таком, на лету работающим. Вот, ну, а возможно, они решат свои проблемы, потому что, в общем, там есть много таких мест, которые, то ли они пройдут, то ли не пройдут, это будем смотреть дальше. Вот, ну, просто, чтобы сейчас подвести итог, вот это, к чему можно применять вот эти интерфейсы мозг-компьютер со зрительными стимулами, ну, лучше выбрать так, не когнитивные, потому что, все-таки, с расстройства, такой большой класс, это вот именно на волне П-300, стади-стейт и вот эти кодированные потенциалы, прежде всего, и глаз управления, которые оказываются очень уродственными по принципам. Значит, это практически все применения, они могут быть одни и те же, ну, кроме, может быть, тренировки внимания, где тут, скорее, для П-300. Вот, набор текста, взаимодействие с компьютером, это все упрощенные взаимодействия, понятно, что, допустим, управление инвалидным креслом, там выбираются какие-то такие destination, куда ехать. Вот, нейро-реабилитации я говорил, про игры я говорил, тренировку внимания я говорил, уже примерно понятно, о чем тут может идти речь, но вот эти последние, вот они под вопросом, потом, в общем, будут ли сделаны, есть, конечно, множество игр в литературе, есть готовые, там, где-то их можно найти, особенно для глаз. Вот, это одна из фирм, которые, ну, самая крупная, которая производит айтрекеры, Тоби, она, там у них просто на сайте есть бесплатные, там, которые можно к их айтрекерам, допустим, скачать и платные, там, в общем, вот, но это все-таки пока такая не очень конкурентная. Спасибо за внимание, я сразу рекламирую, хотя у нас еще будет одна лекция, наш канал нейроинтерфейс, хотя, возможно, вы его знаете, и еще одно, ну, собственно, в этом канале я напишу где-то сегодня или завтра про, напомню, что будет такой у нас вебинар про 27 декабря, где у меня будет такое выступление про активные интерфейсы для здоровых людей, может быть, это тоже кому-нибудь будет интересно, там вот будет ссылка. Спасибо. Есть ли вопросы? Так, нам надо вообще посмотреть, нет ли вопросов в интернете. Ну, только похоже, ага. Тут, да, тут дали ссылку на управлять с помощью взгляда с средствами обычной веб-камеры ноутбука. Я немножко прокомментирую, действительно можно с помощью веб-камеры это делать. Почему это сложно? Потому что все-таки без инфракрасной подсветки трудно очень обеспечить хорошее освещение глаза, стабильное. И это, ну, у одних людей работает, у других не работает, в одних условиях работает, у других не работает. все-таки пока вот эти технологии они сильно хуже, то, что с помощью профессионального айтрекера можно сделать. или там не надо непрофессиональные любители тоже делают какую-то инфракрасную подсветку, сами обеспечивают, как-то помогает. Хотя с ней надо осторожно, потому что в принципе можно высушивать глаз и получить заболевание, если слишком неаккуратно пользоваться. так, еще вопросы. Можно у меня есть вопрос, вот, когда эти скелеты применяют с инфункционными войнами, известные как быстро могут становиться их функциям с помощью этих скелетов? Ну, знаете, на самом деле тут довольно такое с... Я не очень хорошо знаю эту область. Я знаю, что вроде бы экзоскелета действительно помогают, вот насколько... То есть в принципе вот вообще разница между экзоскелетом и человеком, который, допустим, медсестра или даже сам больной иногда, это как-то у нее здоровая есть рука, он может ей там помогать себе делать такую тренировку. Лучше делать вот эту тренировку, чем ее не делать. Это совершенно точно, но там нужно знать, когда это и как. А вот чтобы именно в нужный момент попадать вот этим самым, то есть каким-то образом, в принципе, наверное, можно больной сигнализировать, допустим, медсестре, когда это делать, хотя я вот так вот не встречал конкретные данные, и тем более сравнение, допустим, с интерфейсом с компьютером, как будто на прошлой лекции Анатолий Васильев говорил, что там все-таки в этих исследованиях довольно плохо с контролем обычно, вот когда на интерфейсе мозг-компьютер, к сожалению, там контроль, который к этому подбирает, его можно критиковать, и такого, чтобы посмотреть на какие-то наиболее напрашивающиеся, такие вот более простые варианты все-таки нет. Так, ну, похоже, что у нас вопросов тогда больше нет. Ну, последние лекции я тоже потом буду читать, наверное, то, что сегодня не успел. Там будут такие более концептуальные вещи. Надеюсь, мы с вами еще увидимся. Спасибо. Спасибо.